Я тебе подарил половинку себя Андрей, ты так классно играешь и поёшь? Спасибо, Соня. Но не так уж и классно. Да нет, очень классно, мне нравится. А ты можешь спеть ещё немножко? Ну, только немножко. Пожалуйста. Половинку себя Так здорово. А можно тебя кое о чём спросить? Конечно, спрашивай. Только ответь честно, у тебя есть девушка? Нет. А что? Скажи, а я тебе нравлюсь хоть немножко? Ну, да. Даже не немножко. Классно. Ну, тогда, может, будем встречаться? Ну, я не против. А можно? Тогда я тебя поцелую. Они... Они там целуются! По-настоящему! Да ладно, брать. По-настоящему? Эм, может быть, они шутя в щёчку. Да нет, по-настоящему. В губы. Я сам видел. Да не может быть. Я не верю. Честно. Андрей сначала пел ей песни, потом предложил встречаться. И Соня согласилась. А потом они поцеловались. Но как они могли? В нашей компании строгая договорённость. Никаких любовных отношений. Только дружба. Иначе компания просто развалится. Так вот! И я об этом же! И что мы теперь делать будем? Ну, что делать? Нужно их отругать как следует. А может быть, просто поговорим по-хорошему? Если они поймут. Подождите! Но если они правда влюблены, то тут никакие слова не помогут. Значит, их надо просто поколотить. Ага! А ты Андрея будешь бить. Он же боксом занимается. Эм, давайте вы втроём Андрея, а я с Соней разберусь. Нет, никого колотить не надо. Это тоже не поможет. А что тогда нам поможет? Тут надо действовать хитрее. Например? Я думаю, их надо скомпрометировать друг перед другом. А что это значит? Скомпрометировать... Это как? А вот так. Допустим, Лера в шутку, ну, и как-то играючи, преднимет Андрея. А лучше, если даже поцелует. Чего? Я поцеловать Андрея? Ну так, хотя бы в щёчку. А я в этот момент сниму на камеру. И отправлю Соню. А ты, Паша, то же самое проделаешь с Соней. О, а это я с удовольствием. Только не знаю как. Ну, попроси её научить тебя танцевать. А в танце обними её. Вика это сфоткает и отправит Андрею. Я уверена, ссора обеспечена. Карина, ну ты голова! Я бы до такого вообще не додумался. Ну, это и понятно. Ты же парень. А вот мы по природе хитрее вас. Да и девчонки? Правда. Привет, Андрей. Привет. Ты сегодня с гитарой? Ну да. А может быть споёшь что-нибудь? Извини, Лера. Я сегодня не в настроении. Петь совсем не хочется. Ну ты так классно поёшь. Мне так нравится. Может быть хотя бы пару строчек споёшь? Очень прошу. Ну ладно. Я тебе подарю Половику себя Спасибо, Андрей. Ты такой молодец. Ладно, пока. Я пошла. Классно у тебя получается. Спасибо, Паш. Скажи, а ты умеешь танцевать в вальс? В вальс? Это же изи. А что? Можешь меня научить танцевать? Тебя научить танцевать в вальс? Зачем тебе это? Брось. Это же не модно. Понимаешь, мне мама говорит, что когда она училась, все мальчишки умели танцевать в вальс. И что вообще каждый мужчина должен уметь это. Интересно у тебя, мама. Ну, так поможешь? Пошли. Так, сейчас я командую. Руку вытягивай аккуратно. Я сверху. Сейчас ты мне кладешь руку на талию. Наталью, я сказала. Извини. И сейчас мы идем. Получается, я справа, ты слева и... Раз, два, три. Раз, два, три. Ну что, еще раз? Давай. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Ну, как-то так. В принципе, у тебя даже получается. Спасибо, Соня. Ты настоящий друг. Паша, что это? Это отчувствовство. Спасибо тебе огромное. Прикольно получилось. Да, я сама от тебя такого не ожидала. Ты молодец. А у вас что? Вот, смотри. Вообще суперское. Я старался. Реально. Ну все, отправляем. Что за... Ах, вот ты какая, Соня. Что? Да как он мог? Андрей, нам нужно поговорить. Нам не о чем говорить. Это почему? Потому что мне не нужна такая девушка, как ты. Да это мне. Такой парень, как ты, не нужен. Катись на все четыре стороны. Ну вот и отлично. Счастливо оставаться. Пока. Подписывайтесь на наш канал. Ставьте лайки. У нас еще много интересных историй. А можно я тогда тебя поцелую? Я думал, это Андрей Циканов. Я не в роде. А-а-а-а-а-а-а. А-а-а-а. Стоп. Ну в смысле нет. Я же ему этот тексту дал. Спасибо. 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 Продолжение следует...